всем привет я вот только проснулась и решила сегодня снимать свой блог первый я еще не успела накраситься привести себя в порядок но я должна быть полностью честна со своими зрителями мне кажется тем более что сейчас так все будет позитивно ну чтож всем привет вы на канале августин убор и сегодня как вы уже догадались я решил снять блок наконец потому что и влог в общем просто свой как бы день чисто когда не можешь сформулировать свои мысли для нормального видео сними блок я вот так думаю сейчас я уже собралась чтобы выйти за туалетной бумагой fix price так что мы выйдем сейчас в магазинчик потом немножечко прогуляемся или наоборот пойду кстати вот в этом свитере который я связала сама это первый свитер который я связала но по нему и видно вот смотрите тут дра тут какая-то херня зато он теплый и длинный но для начала нужно постирать шапки чисто ручная стирка идем через мост смотрите какая херня ага телеску что там мы на месте видите вот эту кучу это не просто куча огромная это гигантский муравейник и летом тут дохренища их дохренища сейчас смотрите они проснулись блин я боюсь наступить поэтому ближе не подхожу и их просто дохрена это сам огромный муравейник который я видела когда-либо просто вон видите наверхушке сколько их он шевелится он шевелится блин вообще ребята просто посмотрите какой он огромный он короче в диаметре где-то метр два с половиной и высоту где-то метр просто на видео не особо видно и я к сожалению рядом встать не могу что показать но это просто жесть он огромный я кстати не думал что в лесу так будет сухо в принципе довольно нормально можно пройти но хорошая дорожка была вначале а теперь здесь месиво я не знаю как мне пробраться на ту сторону чёрт протято изволяется в грязи я думаю покатиться прям боком по этой грязи и перекатиться куда мне надо правильно шалаш бомжа не верите это правда 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 это шалаш бомжа ну ка чё тут не семечки я не люблю а вот и поле на котором я летом загораю с куколдами и пришла короче фикс прайс смотрите чё нашла ура я вернулась наконец домой устала чуть ходить кошмар напекло мне голову короче и что я купила как вы думаете фикс прайс я купила какой-то острый соус купила овсянку купила варенье на фруктозе и слоёное бездружевое тесто захотелось мне булок короче но поскольку сахар я не ем но припёрло меня прям вообще я хочу вот такое вот а только тут солёное я хочу с вареньем булочку а теперь самое время поесть супчик и я вам расскажу возмутительный случай сейчас произошедший со мной в магазине а на туалетную бумагу я конечно же забыла м-м-м-м это типа рассольник у нас такой вот похоже на блевотину что меня в магазине выбесило я была в пятёрочке да я прошу прощения за свой сегодня внешний вид но сегодня типа влог домашние седла всё теперь будет объясняться словом влог любая хрень короче стою я в очереди в пятёрке значит подходит бабка и встаёт впереди меня я даже решила пересесть ради такого случая я ей говорю извините я тоже стою у бабки маска вот так надета на лицо но спущена вот сюда вниз дальше бабка делает так двигается где-то примерно на расстоянии 20 сантиметров от моего лица приближается на такое расстояние и начинает мне что-то говорить про свою пачку чая вот так она в руках держит пачку чая и говорит я просто хочу что я в этом духе причём бабка выглядит нормально не в маразме и не дряхла но ведёт себя так как будто она умирает и говорит мне мне просто очень плохо я хотела без очереди одну пачку чая купить я говорю хорошо конечно проходите если вам плохо но вообще то если вам плохо то нужно сидеть дома и меня это так просто пробесило аааа какого хрена я говорю вы что заболели что ли или что и она молча так вот так вот просто там шла со своей пачкой чая понимаете она бы не выжила без этой пачки чая дома без чая ну нельзя жить как без воздуха то есть это же понятно да Короче, мне вообще не жалко пропустить бабку без очереди. Я беременна наступаю тоже. Мне вообще не жалко, что вперед меня кто-то прошел. Но зачем выходить на улицу и страдать? Если тебе так плохо, блин, оставайся, сука, дома. Это раз. Во-вторых, все сейчас на ушах из-за этого коронавируса. И ты, блин, идешь в магазин больная, непонятно чем заболела. У нее было такое красное немного лицо, не знаю, может, у нее действительно жар. И она поперлась, значит, всех заражает. Я, естественно, сразу подумала, что она болеет именно коронавирусом. Я говорю, дома надо сидеть. Спасибо. Короче, меня это очень сильно все пробесило. Я не знаю, меня это бесит. Умираешь, блин, плохо, сиди дома. Но нет, я умираю. И поэтому мне нужна пачка чая. Так что ли или как? Мне так плохо. Пойду в пятерочку за чаем. Ну, серьезно, да? Короче, бесит меня такие люди. Смотрите, что у меня есть. Сейчас я буду делать булочки вкусные. И смотреть новый ролик на канале Смайлов и Баба Джанян. Потому что там Рома Желудь. Готово. Мне плохо, ребята, я обжралась. Я съела, наверное, штуки три сразу. Но было так интересно. Ой, я так еще ржала. Я смотрела про Рому Желуди подкаст. Господи, как я ржала все это время. Блин, Желудь, это вообще... Это, знаете, наверное, уникальный человек только тем, что он пытается никого не смешить. И он сам не знает, видимо, что он настолько смешной. У него как это получается, я не знаю. Вроде как понятно, что его пытаются выставить дурачком. И он как бы дурачок, да? Но он при этом настолько непосредственный, настолько он в себе не сомневается. И у него отсутствует чувство вот этого стыдливости за себя в своих каких-то проявлениях. Да, он периодически там типа стесняется. Но у него нет вот этого вот стыда, что он требует от себя как-то многого, да? Довольствия с тем, что есть, так сказать. Хотя это звучит как-то оскорбительно. Я, конечно, не пытаюсь его там обидеть сейчас. Умолить его достоинство, так сказать. Вот. Но, короче, это вот интересно у него очень сочетается. И этим он уникален, мне кажется. Что он как ребенок непосредственно себя так выражает. И ему не стыдно. Не пытается казаться умным вообще. Вот это вот, кстати, очень поразительно тоже. Сейчас же модно быть умным, да? Он вообще не пытается даже. Короче, я так смеялась. Ну вот, а теперь я буду лежать и вязать. И посмотрю Антона С. Что он там скажет про похитителей ароматов и других. Я периодически его смотрю. У него такие здравые мысли в основном. А еще он внешне очень сильно похож на моего отца. Это очень странно. Но только он отец был не гей. Как вы понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok